Друзья, я всех приветствую на своем канале, и сегодня я хотел бы с вами поделиться, что такое старый Volkswagen Passat, каково владеть год этой машиной, сколько вы потратите денег, какие могут проблемы вас поприветствовать, вот так вот, добрый день, с этой машиной, сколько вы оставите и тому подобное. Видео подходит больше всего тем, кто хочет купить себе такую машину и ищет подробный обзор от реального владельца, который проездил на этой машине год. Почему я решил снять вообще это видео? В первую очередь, потому что эта машина выглядит достаточно просто. Ну, посмотрите на нее. Совершенно невиданный автомобиль, такой, смотри, с своими маленькими глазками, так спокойно сидит, я маленький, хороший. Нихуя, нихуя это не так, машина-то злая, она любит ломаться, она любит ваши деньги, которых у вас вряд ли много и тому подобное. Именно поэтому я хочу снять видео, потому что машина с виду простая, она не предвещает никакой беды, но в целом Passat, старый Passat, это одна большая беда. Я буду рассказывать по цепочке событий, которые происходили у меня с этой машиной. Купил я ее в достаточно хорошем состоянии, взял я ее недешево, владельцев у нее немного, состояние нормальное на самом деле, вроде так не особо она убитая была, но понятно, что было, что есть к чему приложить руки. Но я, блядь, не знал, что настолько руки ее надо, блядь, просто положить на нее, блядь, просто упасть на ее, блядь, всеми костями, чтобы хоть как-то эту машину поднять из ада, блядь, в котором я даже не знал, что это присутствует. А в первую очередь, когда я купил этот автомобиль, прекрасный автомобиль, я поехал на следующий день менять колодки, потому что им там была просто пизда. Я приезжаю в сервис, говорю, здрасте, так и так, вот колодочки я купил хорошие, вот я машину купил хорошую тоже, судя по всему, блядь, это только-только-только начало, блядь, танца, поэтому там еще много интересного будет. Оставляю машину, оставляю колодки, все, ухожу. И вы знаете эту хуйню, когда вот вы домой едете, уже все нормально, ну, машину в сервис кинули, все, идете там по делам или домой, я не знаю, кто как. Это звонок, блядь. Алло, здрасте, это автосервис. А ты понимаешь, что за пять минут они не могли ее сделать, и, ну, что-то пошло не так. Что мне говорят? А у вас ключ от секретки есть? Я говорю, какой нахуй секретки, друзья? Какие, блядь, ничего нет у меня, конечно же. Ну, секретка нужна, мы не сможем снять секретку, он без ключа. Я говорю, понятно, хороший сервис, спасибо, забираю нахуй свою машину, звоню предыдущему владельцу. Говорю, так и так, вот, мне нужно ключ от секретки. Он такой, а, да, да, конечно, у меня все есть, все нормально, только активно, я думаю, ни хуй, я себе прям, походу, есть ключ, да. Еду к нему вечером, ехал я полтора часа, блядь, приезжаю, знаете, что он мне дает? Балонник, блядь, какой-то кривой, косой балонник из Жигулей. Я вот так, я увижу этот балонник, я вижу форму секретки, я понимаю, что ни хуя это не ключ от секретного ключа, блядь, от секретного болта. Я говорю, Иван, ты что, дурак, блядь? Подойдите, он подходит, я говорю, присаживайся, говорю, родной, все нормально. Он говорит, что? Я говорю, а ни хуя, блядь, ты посмотри своими глазами, что здесь и что ты мне дал. Он говорит, а, блядь, я не знаю тогда, что, блядь. Я говорю, все, Иван, всего вам хорошего, до свидания. На следующий день я взваниваю все сервисы, нахожу где-то, опять же, на другом конце Москвы, блядь, от своего места жительства автосервис. За 3000 рублей мне снимают секретные болты. Я вообще нахуй не понимаю, зачем в 23-м году секретные болты на Пасате, блядь. Вот я вот там стояли диски от Б-6, которые стоят, блядь, я их за десятку, еле, продал, блядь. За 10 тысяч их забрал какой-то человек, блядь, и он говорит, я не знаю, зачем я их покупаю, блядь. Просто, блядь, для чего-то он их купил. Поменяли колодки, по итогу замена колодок и снятия секреток вышло мне там около 6-7 тысяч. Ну, в принципе, нормально. Такое начало неплохое, как бы прикольно. Спустя месяц я еду в Климовске, блядь. Это далеко от того места, где я живу. Зима, блядь, холодно. Ну, вот это вот все хорошо, блядь. И что-то резко тормознул. Слушай, какой-то мудилый передо мной тоже резко тормознул. Мы оба резко тормознули. Только он поехал дальше, а я там и остался нахуй. Потому что у меня вырвал шрус к хуям просто. Он просто улетел и сказал, все. Дальше без меня, блядь. Я говорю, спасибо. Так я ему сказал. Приехал за мной друг на тросу. На следующий день мы мою машину отвезли в сервис. Приезжаю в сервис. Сколько? Ну, тут 8. Я говорю, так, на днях 7, 8. Спасибо. Отличная работа, говорю. Нормально, блядь. Хорошее начало, хорошая работа, Олег. Ладно, шрус поменяли. Я поставил шрусы китайские, потому что я еще в тот момент не знал. Не знал, что Китай это говно. Впоследствии узнал, и вы узнаете вместе со мной. У меня в сервисе еще чуть-чуть обрадовали. Сказали, что у тебя правый пыльник тоже порван. Поэтому придется еще и правый шрус поменять. В ближайшем будущем. Я говорю, похуй. Это будет в ближайшем будущем. Надеюсь, что в далеком будущем. Поэтому ничего страшного. Пока так поездим. Все, катаюсь нормально. Начинаю замечать, что подвеска стучит. Решил заехать в сервис. Заезжаю, делаю диагностику. Все нормально. Кроме того, что подвески пизда. Сколько? Ну, 20. Упал нахуй в омарок. Все, 20 тысяч оставил. День потратил. Нормально. Не поменял только один из шести рычагов. Как думать, как у меня рычаг сейчас стучит, блядь? Даже не знаю, блядь. Конечно же, он у меня стучит. Замена его стоит 3 тысячи рублей. Сам рычаг стоит нормально, если брать рубля 4,5. Ну, в общем, так и живем. Все нормально у нас. Дальше я решил поменять лобовое стекло. На лобовое я оставил где-то 7. Но это как бы по усмотрению. Это не обязательно такой ремонт. Ну, просто ему я поставил какое-то польское. Оно, естественно, чуть больше трескается, чем оригинал. Потому что на него попал какой-то камушек пару раз. У меня уже пару сколов есть. Но ничего страшного, на самом деле, я в этом не вижу. Главное, что видно отлично. Дворники трут тоже хорошо. Вот. Это очень важно, я считаю, видеть, что перед тобой находится. Проходит еще немножко времени. Я еду. Все нормально. Думаю, по кайфу, блядь. Тачку сделал. Вроде все в порядке. Подвеска не стучит. Приехал я, короче. Гур перестал работать. Я думаю, что такое, блядь. Пошел, залил жидкость еще. Она куда-то ушла. Думаю, ну, может быть, труб какая-то разъебалась. Зима все-таки холодно. Да, как раз вот морозы ебанули в Москве сильные. Все, удалил жидкость. Проехал еще полчаса. Все, опять по пизде пошло у меня. Опять у меня ничего не крутится. Я думаю, спасибо. На следующий день еду в сервис к знакомому. Начинаю разбираться, что с гуром, почему руль не крутится. Я сижу, вот так думаю, типа, ну, сейчас на тысяч пять, там, может. Ну, максимум 10. Ну, что, ну, гур от ебнул, бывает, ничего страшного. Думаю, будешь, если что, возьму. А машина в этот момент диагностирует. И зовут меня как раз. Я такой, давай, иду. Подхожу к машине. У меня все, нахуй, разобрано там уже. Все запчасти валяются, блядь, на полу. Я говорю, что? Он говорит, рейк. Ну, ремонт рейки 20. Я падаю, нахуй. В обморок. Сознание теряю, блядь, что? Ну, бывает такое. Падаю в обморок я. Меня поднимает мастер, блядь, ключом по голове, нахуй. Я встаю, говорю, что? Он говорит, ну, это еще не все. Замена рейки 10. Опять падаю, нахуй. Ой, блядь, опять меня поднимают через 5 минут. Я говорю, пацаны, нахуй, дайте тут спокойно умереть. Говорю, все, это копыта, забирайте себе. Я не собираюсь в этом всем участвовать. Я пошел домой, блядь. Он говорит, это еще не все. Я встал. Я напрягся, говорю. Что еще? Он такой, ну, там, чтобы, когда рейку меняешь, желательно все детали подвески, которые подходят к рейке, то есть, там, всякие, блядь, эти рулевые наконечники, рулевые тяги, пыльники, блядь, пыльники рейки, пыльники швузов. Все лучше ставить новое. Я уже опять лежу, как вы поняли. Опять поднимаю. Я говорю, сколько? Он говорит, ты только не волнуйся. Я говорю, как я могу не волноваться, нахуй? Говорит, говори, сколько? Я люблю напрямую, блядь. Он говорит, 10. Я говорю, а все вместе, 45. А я опять упал, нахуй. Ёпт, твоя мать. Ну, а дальше я уже не помню, что было. Ладно, оставили мы 45. Еду домой. Руль выворачиваю направо. У меня есть подвески, блядь. Я думаю, полная пизда. Так, блядь. Это кто? А на тот момент я уже поменял два привода. Два швуза, то есть слева и справа я поменял. Они стояли у меня, оба китайские. Один Ганс стоял, другой Линкс Авто. Все эти швузы стоят дешево, там, по двушке. Ну, блядь, что я сделал? Я не знал, что Китай хуйня. Китай не ставьте никогда, тем более, в такие запчасти, как шрус, привод, блядь, какие-нибудь там пыльники. Все это рвется, все это хрустит, все это ломается. Блядь, толку от этого нет. Замена стоит дорого, блядь, потому что ебаться с этим нужно минимум час. Трешка стоит замена. Ездить вы будете, ну, полгода проездить, и толку от этого нет. Блядь, если вы делаете для себя, делайте нормально. Потратите один раз хорошо, зато будете нормально кататься и будете в машине уверены. Нет смысла на ней экономить. Есть такие люди, которые, знаешь, считают, типа, вот, я не хочу в свою машину вкладывать много, потому что я ее взял столько-столько, а продам столько-столько. Бля, это все не так, пацаны. В свою машину надо вкладывать деньги, блядь, ездить нормально. Либо ездить как долбоеб, ну, блядь, ты же не долбоеб, правильно, ездить нормально. Значит, делаю нормально, вкладываю деньги. Блин, ты еще бензин считай, блядь. Тоже бензин, блядь, жрет постоянно. Это нормально, в этом ничего страшного нет. В свою машину вкладывать это не за шквар. Прошрус дальше. Поворачиваю я направо, слышу хруст. Ну, я уже понимаю, что справа у меня хрустит все, что это внешний шрус китайский. Я понял, что он приехал. Еду в сервис на следующий день, естественно, где я еще могу проводить время, если у меня, блядь, вот этот любимец, блядь, домашний питомец, приезжая в сервис, они мне говорят, так и так, ну, давайте лучше сделаем диагностику. Вы же не можете на слух определять, что у вас сломалось. Я говорю, а нихуя, блядь, ты посмотришь, на чем я езжу. Конечно, я могу на слух определять, что у меня отъебнуло, нахуй, блядь. Я знаю, что это справа и внешний шрус, пацаны, блядь. Давайте сделаем диагностику. Я говорю, давайте. 700 рублей, деньги небольшие сделаны, зато перестрахуемся. Я ожидал всего. Я ожидал, что не скажешь, что у тебя два шруса отъебнуло, потому что я знал, что у меня на левом пыльник порван был, который я, кстати, поменял. Я знаю, что у меня правый может отъебнуть, потому что он тоже китайский стоит. Я ожидал, что мне скажут, что у меня правый шрус отъебнуло, ну что мне скажут, что у меня левый отъебнул, блядь, когда это правый. Я вообще не ожидал. Я не стал с мастерами долго спорить. Я думаю, ну, вы машину на подъемник подняли, вы посмотрели, вы мастера, вам лучше знать, меняйте левый. Десятку оставил, 7000 немецкий шрус нормальный, 3000 замена. Поменял, выезжая из сервиса довольный, думаю, все нормально, домой приезжаю, хруст вправо нахуй остался. Это пиздец. Приезжая на следующий день опять в сервис, я прошу заметить, все это не только деньги, но и время. В это время я мог работать, зарабатывать деньги. Но точно, блядь, не в автосервисе сидеть с пассатом, блядь, 2003 года. Ну ладно, это мы опустим. Коль купил уже, Коль ввязался, блядь, вообще ебить с ним дальше, что делать, приводи в идеал теперь. Так я и решил, поэтому до сих пор по сервисам катаюсь. По итогу, ладно, договорились, поменяли они мне бесплатно правую сторону. Шрус я купил, замену они сделали бесплатно. Все, нормально, окей. Субтитры сделал DimaTorzok Самое интересное, друзья, что произошло мне с этой машиной, не по ее вине, и не по моей вине, блядь, по вине одному мудилу на грузовике. Сплю я дома, все нормально. Это, кстати, я только купил эту машину, отъездил я на ней в тот момент, по-моему, неделю. Даже еще на учет не смогу поставить. Я и не собирался, на самом деле, в тот момент ее на учет ставить. Кто знает, тот поймет, блядь. В 6 утра мне звонок, блядь, с левого номера. Обычно я такие звонки не принимаю. Просто, блядь, кнопку нажимаю и сплю дальше. Но тут что-то меня, блядь, вынудило взять этот звонок. Я принимаю, мне звонят, говорят, здрасте, я вашу машину разбил. Я говорю, чего, блядь, друг? Дубу дал, что-то, блядь, время спать, нахуй, 6 утра. Я разбил машину вашу, приедите, посмотрите. Я говорю, блядь, я встаю, иду, смотрю. Совершенно недовольным лицом, блядь, без сна, нахуй, все хорошо. Я иду, смотрю, блядь. Пиздец, прихожу. Тут будет фотография. Въебали мне крыло, въебали бампер. Вот это крыло разбили. Ну, я его уже поменял. Бампер до сих пор видно, что царапины остались. Ну, с бампером ничего серьезного нету, потому что, ну, он не треснул, он ничего просто поцарапался. Я его решил не менять. Потому что он оригинальный стоит, я не вижу смысла менять оригинальный бампер на какой-то Китай. По итогу, по итогу, что я делал? Менял крыло, крыло. Крыло я искал, блядь, я ездил с разбитым крылом, наверное, полгода. По итогу я бомбанул, потому что бэушных оригинальных крыльев в нормальном состоянии именно левых ноль. Просто ноль. Замена крыла обошлась мне вместе с покупкой со всей хуйней 15 тысяч. Слава богу, слава богу, он не разъебал мне фару. Очень большая вероятность была разъебать фару. Фары здесь только синоновые. Они дорогие. Это первое. Второе. Хуй ты их найдешь. Бэушные, оригинальные. Я смотрел. Мы с тобой смотрели, да? Там просто, блядь, продают за 10 тысяч пару, блядь. Левую просто. Она в мохе каком-то, мху, блядь. Как это зеленая? Я не знаю, может, она под дождем лет 15 провалялась. Ну, хрен поймешь. Вот. Все. Больше нет вариантов. Ксенон. Штука редкая. Ксенон работает нормально. Все хорошее в этом. Повезло, слава богу. Каждые полгода желательно, но я каждый, ну, я раз в год делать буду и делаю. А полирую фары. Потому что тут, конечно, не видно. Я машину для видео не стал мыть, потому что пока я сюда доехал бы, она опять была бы вся грязная нахуй. Потому что погода в Москве просто прекрасная. Вот. Фары в хлам, блядь, были у меня запотевшие, затертые, замыленные. Я не знаю. Ну, нихуя не было. И через них видно. Светили они плохо. Полируешь их. Они выглядят просто прекрасно. Я вставлю сюда все фотографии, какие фары были, какие фары стали. И тысяча рублей стоит полировка. Это недорого. Поменял я аккумулятор здесь. Аккумулятор здесь стоит большой. Аккумулятор стоит большой. Не самый маленький, как бы. Стоит нихуя не дешево. Естественно, когда я менял его, я уже понял, что дешево тут не будет никогда, блядь. Спасибо, что мотор еще не поменял с коробкой, блядь. Аккумулятор здесь у меня сдох. Поменял я его пятерку, он стоил. С самого начала, как я ездил на этой машине, это пиздец, у меня почему-то хуево работал АБС. То есть вот представьте, насколько я долбоеб. Мне было лень в этом разобраться. Я просто ездил с такой проблемой. Каждый раз, когда ты нажимаешь на тормоз, машина приближается уже к полному торможению, к остановке. Когда вот я нажимаю, вот уже педаль до конца почти, да, она почти остановилась. И вот этот момент между почти остановилась и остановилась, он достаточно краток. Но у меня каждый раз, сука, срабатывал в эту секунду АБС. Он просто срабатывал, у меня машина чуть проскальзывала и потом только уже останавливалась. И еще был мерзкий звук, какой-то пружины какие-то отбивали друг от друга, я не знаю. Полгода я так ездил, я не понимал, что это. Я думал, что, блядь, АБС у пизда, может быть, блок АБС полетел по пизде, может быть, датчики АБС полетели. В один день мне это заебало, я поехал в магазин, купил себе два датчика АБС, приезжаю в сервис. Пока я ждал в сервисе очередь, я решил зайти на форум. Вообще, пацаны, советую, форумы вот с такими машинами, это ваше все. Форумы для 2007-го года, 2008-го, когда эти машины еще нормальные были, свежие, там люди все разобрали. Я вычитал на форуме, что у них есть такая проблема, когда датчика АБС снимают для чего угодно, допустим, тебе колодки меняют, датчики АБС снимают, либо тебе тормозные диски меняют, что-то еще, датчики АБС всегда снимаются на этой машине, их до конца не могут нормально вставить. То есть, вот один датчик стоит, его нужно до конца, вот чтобы он встал, вбить. Немножко взять деревяшечку, молоточком постучать, вбить, все, нормально. Если этого не сделать, они вроде вставили. Но, во-первых, скорее всего, у вас будет гореть ошибка, ошибки у меня не было, но она, скорее всего, должна гореть. Это первое. А второе, будет такая проблема, как была у меня, то есть будет срабатывать АБС при каждом нажатии на тормоз. Это полная хуйня, честно, вас это может очень быстро выбесить, не ездите так, можно еще и разъебаться нахуй, но я об этом не думал. Почитал форум, думаю, нихуя себе, а может быть, да? Может, надо все-таки попробовать постучать, нахуй, я датчики на 7000 рублей купил. Залетаю в сервис, такая машина уже, короче, на подъемнике, мне уже хотят снимать, все разбирать. Я говорю, стой, нет, говорю, возьми деревяшку, вбей датчик. Просто вбей, говорю, блядь, ничего не надо, не слушай, не смотри, просто вбей, блядь. Ладно. Взял, чуть постучал по ним, лево-право, все, я выезжаю, все нормально. Это обоеб, нахуй, полгода ездил так, я вообще не понимаю. Еще одна проблема есть касаемо АБС, но это проблема не машина, это, скорее всего, проблема дебилов, которые ремонтируют их, блядь. Проблема состоит в том, что никто никогда не вернется в 2007 год. Это первое. А второе, блядь, что ни один мудак не вставил мне фишку АБС. Блядь, я просто заебался выезжать из сервиса, это во-первых. А во-вторых, я заебался выезжать из сервиса, выворачивать нахуй колесо и вставлять фишку. Просто фишку АБС. Есть еще один нюанс, ребята. Эти нюансы тут, блядь, это машина, в принципе, сама по себе. Один такой нихуевый нюансик, так как здесь ксенон, я понимаю, что вам вряд ли встретиться ксенон, потому что их на рынке мало, машин с ксеноном, фарами. Но вдруг, если, то вот вам такая небольшая интересненькая информация, что чтобы тут, на этом ебаном копыте, поменять лампочку ближнего света, просто лампа ближнего света находится, она вот, вот здесь вот, с краю. То есть у него поворотники, на ксеноне поворотники посередине, тут габарит, тут с краю ближний свет. Чтобы поменять, я тоже вставлю фотографию, это мы тоже, естественно, делали, блядь. Как только машину купили сразу, я поехал, поменял эти лампочки. Я хотел сам, но когда я начал все разбирать здесь, я смотрел видео на ютубе, как это все делается. И когда видео подошло к середине, я увидел, как человек снимает бампер, нахуй. Думаю, чего, блядь, бампер? Мы разобрали уже здесь, все, понял, все, воздуховод, все сняли. Он снимает бампер, он что-то, блядь, снимает там фары, вытаскивает, вообще все отключает, гебанулся, что-то. Я же это сейчас сниму, я-то больше не поставлю, я еще и лампочку угроблю, нахуй, или фару, блядь, уроню, сломаю, пиздец, вообще. Поехал в сервис, отдал еще 4000, все лампочки мне поменяли. В общем, ребят, вы после этого видео реально хорошо подумаете о том, брать эту машину или нет, потому что эта машина, в интернете пишут, что это D-класс, типа что-то между C-шкой и E-шкой, D, блядь. Что такое D, либо E, либо C, грубо говоря, это E-класс, бизнес-класс, так оно и есть на самом деле, что пиздеть. Машина бизнес-класс, тем более старая, естественно, будет хавать деньги. Эта машина делалась не для самых простых людей, так скажем, в свое время, она была достаточно популярная, ее любили, и она, естественно, просит деньги. Она надежная, моторы ездят, коробки ездят, все нормально, но вкладывать надо будет, надо будет тратить деньги, время, как-то разбираться в запчастях, потому что нет смысла ставить говно. Все это будет весело, интересно, хороший такой квест, блядь, получается. Но машина реально прикольная, она на самом деле нихуя не уступает даже многим свежим машинам в комфорте, в динамичности, едет она неплохо. Ну, неплохо, потому что я уже, наверное, зажрался, блядь, когда я первый раз сел, это же 2.8, там, почти 200 лошадей, он хорошо ехал, сейчас уже так, ну, привык. Но нормально, на обгон пойти хватит, блядь, все, это прикольно, комфортная, очень комфортная машина. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, если не понравилось, можете даже дизлайки ебануете, потому что их все равно не видно.